Здравствуйте, это канал Максимадзе и это GTA San Andreas. Начинаем второй сезон. Небольшая предыстория, как завершился первый сезон. Свит, он же брат Сиджея, Шон Джонсон, решил окончательно покончить с Балласом и устроить масштабную перестрелку двух банд. Но Биг Смок, этот жирный, в очках и в шляпе, предал банду, рассказал Балласом все это о плане Свита и в итоге мы проиграли. К сожалению, Гентон, наш дом, захватили Балласы, а эти грязные полицейские, Тенпени, Пуласки и Ирнадес вывезли нас из города вот сюда, в Энжел Пайн, а Свит попал в тюрьму. Также Биг Смок переманил к себе еще и райдера. Обалденно, не так ли? В общем, начинаем второй сезон. Также Пуласки и Тенпени нам попросили сделать услугу. Одну небольшую, ну как, довольно большую. Убить свидетеля, который пытается раскрыть секреты этих грязных полицейских властям. Ну что ж, давайте этим и займемся. Садимся, а где мотоцикл? Он же тут стоял. Ладно, сначала надо зайти в амунацию. У нас отобрали все оружие. Потому что без оружия мы его не сможем убить. Хорош, хорош. Да, какой снимок. И сфотографировать этого свидетеля еще надо будет потом. Боже, ну и мужик. Страхолюдина какая-то, бля. Надо транспорт найти. Я знаю, где можно бронежилет достать. Где-то здесь. Нет, не здесь. Мотоцикл бы желательно найти. О, Андрес Санчес, обалдеть. Я просто несколько скинов понаставил сюда. Других. Один скин из GTA 4 и два скина из GTA 5. Так, ну короче, бесплатная броня. Вот здесь можно, кстати, дом купить, но у нас денег на него не хватает. Так, надо транспорт найти. Вот он один из них. А, давайте мотоцикл украдем. Вот этот. Отдай сюда мотоцикл. Мотоцикл крутой. Короче, он в каком-то там домике, сказали, на горе Чилиад находится. И мы едем туда. Заберись на гору и найди этого гада. Надо... Сфоткать его тело потом. Полицейские-то эти грязные, блин. Недоверчивые же у нас. И надо обязательно в качестве доказательства снимок его сделать. Недоверчивые же у нас. Своих любимых персонажей поставил скины и вот так. Так, где-то здесь он должен находиться. Обойдем сзади. Он внутри, найди его. Берегись федералов. Они его охраняют. Ничего себе домик. Он не должен попасть на фото разорванным на кусочки. Так, вот надо убить его до того, как он сядет в машину. Блин, он походу уже убегает. Нет, не убегает. Вот он. Попался. Ой, федералы, блин, стреляют по мне. Ну ладно, сейчас мы с ними разберемся. Заберем ТЭС, то есть оружие, и поедем отсюда. Где мотоцикл? Вот он. Все. Теперь надо валить отсюда, пока копы не приехали. На этой горе машины-то не ездят, поэтому у нас полно времени. Немного вот расскажу, что вот GTA San Andreas самое лучшее в качестве сюжета, я бы сказал. И вот я решил, что будет, короче, 4 сезона. Каждый сезон будет друг от друга отличаться. В отличие от той же GTA 4 или GTA 5, которую мы с вами проходили. Каждый сезон будет в разных местах. Ну первый, первый и четвертый сезон будет в одном и том же месте. В Лос-Антосе. Блин, я уже спойлерю. Хотя, может быть, вы уже знаете, что к чему тут. Блин, мотоцикл улетел туда. И как же спускаться теперь? Высоковато здесь. Ну ладно, давайте спрыгнем. Что-то я мотоцикла не вижу. Я надеюсь, он... А, вон он лежит. Вон он валяется. Второй сезон будет в другом городе, не в Лос-Антосе. Но сначала он будет проводиться вот в лесу. Вот здесь, в этих полях. А потом в городе. Город имеет далеко не такую атмосферу, как Лос-Антос. Сейчас там уже он такой серенький. В Лос-Антосе он такой более светлый, я бы сказал. Ну, ладно, не буду спойлерить. До этого мы еще дойдем. Все, приехали. Поселились мы в небольшом трейлере. Кстати, давайте, раз уж мы сохраняемся теперь здесь, то поставим здесь метку. Раньше она стояла у нас в Лос-Антосе. В принципе, до Лос-Антоса ехать вот столько. В Лос-Антос возвращаться можно. Нам никто не запрещает возвращаться в Лос-Антос. Мы можем даже сохраняться у себя дома и жить там. Просто здесь почему-то не отображается. Но в Android-версии точно можно сохраняться. Видимо, и здесь тоже можно. Но возвращаться для, так сказать, сюжета мы не будем туда. До нужного момента. Ну, и на себе домой лучше не возвращаться. Там Баласы. Там Баласы теперь. Баласы, если нас увидят, они по нам стрелять начнут. Ну, вот и все. Можно тут сохраниться. Ждем звонков. Сезарь, что такое? Карл, ты в порядке, братан? Твоя сестренка тут сама не своя. В Лос-Антосе сейчас очень опасная. Я тут посреди какой-то фигни. Не знаю какой. Какой-то Уэстон. Я не очень хорошо знаю Уэстон. По-моему, там есть у меня родственники. Во всяком случае, моя кузина есть. Понимаешь, о чем я говорю? Я тебе подмогу вот вызвал. Вот моя кузина тебе и поможет. Поверь. Встречу я назначил в закусочной. Ты не пожалеешь об этом. Кузина? Значит. Ну, поехали. Она не так уж и далеко у нас. Здесь находится. Ехать достаточно далеко, но не так далеко, как придется потом. Ладно, поехали. Давненько мы не играли в GTA San Andreas. Пора бы это дело исправить. Я, в принципе, обещал продолжить ее, когда закончу GTA 4 проходить. Lost in Damned. Но решил все-таки пораньше проходить. Каждый сезон будет связан не только с городом, местностью, которым он будет проходить. Но и с персонажами связан он будет. Если первый сезон будет связан с такими персонажами, как Big Smoke, Rider, Sweet, OG Lock, там всякие. То второй сезон будет связан уже и с другими персонажами. А Big Smoke и Sweet во втором сезоне вообще не появятся. К сожалению. И в третьем, кстати, тоже. А вот райдер появится. Ну, блин, это спойлер, конечно. Не буду много спойлерить. В общем, мы едем... Да, время уже вечер. На часах 19. Я имею в виду в игре. Да, там Лос-Антос у нас находится. Как я уже говорил, возвращаться мы в него можем, но... Мы этого не будем делать, без необходимости. Так, дальше у нас надо свернуть сюда. Я помню, в принципе, как доехать... До туда. И все, прямо едем и все. О, кто-то звонит. Карл-то я. О, что происходит? Да, блин. Я тут в тюремной больнице. Офигеть просто. Я знаю, ты в порядке. Да фига вас. С этим что-то надо делать. Я делаю, что могу. Но сначала мне надо убедиться, что... Кэндл безопасно. Ладно, мне пора. Не переживай, я тебя не брошу. Свит. Свит в тюрьме, блин. Ты кто же хочешь схлопотать, а? Дерьмо деревенское. Я видал, а баб похитрее тебя. А тебе чего надо? Да ничего, я тут еще родственника своего друга. Мексиканца, я вижу, его тут нет. Ты? Так, Цезарь сказал, ты будь нормальным уже. Эй, где человек? Богообязанно. Ладно, как угодно, козел. Погнали. И где ж твоя машина? А твоя где? Лиди, не водит машину. На то есть мужчина. О, Цезарь. Я перед тобой просто в долгу. Психовано это немного, конечно. Ну и как тебя зовут? Куда мы направляемся? Меня зовут Каталина. И мы, черт возьми, выжмем из этих мест до последнего. Ладно, план хорош, что я могу сделать? Да, я тут нарыл 4 подходящие цели. Винный магазин Блубери. Банк Паламы Кринг. Автозаправка Дилимори. И тализатор Макдоп. Томире. Ну с чего начнем? Ты за рулем, дубина. Ты решай давай. Ну с самого ближайшего и начнем, давайте. Заправка. А ну давай сюда бабки, или я тебя отстрелю. Эй, это пуля непробиваемое стекло. Так что вали отсюда, пока я шерифа не вызвал. Че делаешь, сынок? А ну отдай ей деньги. Как хочешь. Меняется план, Карл. Мы захваем автоцистерну. Эй, ты что делаешь? Каталина, значит. Та самая Каталина, которая из GTA 3. Интересно, интересно. Я не собираюсь потерять еще, но работаюсь за какой-то дебильник. Ну же, Дерик, давай остановим этих козлов. А это обязательно? Погнали. Я знаю одного мужика, который заплатит за груз. Подожди, надо сначала избавиться вот от этих вот. Сейчас они отъедут от грузовика подальше. И надо в бензобак им выстрелить. Нельзя, чтобы они грузовик взорвали. Взорвут грузовик и все, будет пипец. Блин. О нет, только бы грузовик не взорвался. Чё он не убивает стали? Другое дело. А тот дедок не будет, наверное, стрелять. Садись, быстрее. Надеюсь, этот прицеп сраный не оторвется, блин. Фу, господи, кошмар какой-то нафиг. Так, нельзя, чтобы прицеп оторвался или миссия провалится. Так что ехать надо очень аккуратно. Да, грузовик дымит уже потихоньку. Так, нам как надо ехать? По дороге прямо или свернуть сюда? Ну, лучше по дороге прямо ехать. Да, ну и чё они молчат? Хоть бы и разговаривали бы между собой. Ладно, я не буду это прицепить, потому что ехать совсем недалеко. Сейчас надо будет свернуть. И вон, и всё. Здравствуйте, мистер Утекер. О, Каталина, что у тебя сегодня для меня? Тигарь с цистерной до краев заполненный самым лучшим бензином. Не видел этого и не видел. Тебя не давал тебе эти деньги. Приятно было не иметь этого дела. Давай, сваливай, пока копы не появились. Ты заходи, если хочешь доставить груз для меня. У меня всегда найдётся прибыльная работёнка. Увидимся ещё. И я, как же я? А я на чём уеду отсюда? Ну, окей. Пять тысяч долларов. А, у нас тут. Я. Блин, а мы на чём уедем? А, тут копы появились. Пошли отсюда, ну его нафиг. Это ещё кто? Да, Карл. Кто это кто? Ты меня знаешь, я мистер правда. Нет. Превосходно. Они говорили, что ты тут кретинок. Кто? Ладно, можешь не притворяться. Ты что, коп, что ли? Нет, но у нас здесь общий друг и партнёр по бизнесу. Да, и кто же? Да, ты недавно копов не мочил случайно? А, Тент Пенни. Я должен был догадаться за счёт этого козла, блин. У меня есть номер в мотеле Венчел Пайн. Постарайся не привезти копов сюда. Ой, окей, окей. Сейчас. Ладно. Ехать обратно надо в Венчел Пайн наш. Вот сюда. Вот сюда надо ехать. Эту поездку я обрежу, она довольно долгая будет. Ой, сейчас полиция увидит ещё всё. Так, приехали почти. Скоро рассвет. И мы приехали, короче. Правда у нас здесь. Сбор трупов. Э? Кто-нибудь есть? Сюда. О, ты только посмотри, кто это здесь у нас. Эй, Карл, как ты, пацан? Что происходит? Секретная тренировка? Ты должно быть не на службе, да? Да, да. Только замолкни, пожалуйста. Мистер, правда, даст тебе лучшую травку. И ты дознанешь, это нам. Эй, чувак, ты сознание просто теряешь, у тебя галлюцинации и всё такое, да? Эй. Йоу, правда? Иди-ка сюда. О, приветствую, мой друг. Чё, Карл расплакится с тобой? Ты о чём говоришь? О, Карл, тут просто офигеть, когда стал один козел. Я хочу, чтобы ты взял этот яд и притащил ему. Это разрушит карьеру этого козла. Эээ, вы чего? Хотите грибов? Таблетки? Как насчёт... Не, 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 не для меня. Мне валить уже пора. Ха. О, как хорошо я дунул. Карл, заплати ему. Да, да, никогда не думал, что такое увижу. Федерал смог выкурить больше меня. На кого-то работаешь, ФРБ? Агентство по борьбе с наркотиками, да? Нет, я частый детектив. Друг, ты излучаешь недостаточно позитивной энергии. Как насчёт вьетнамского опиума, а? Не, не, я не употребляю такое. А куда я тебе доверять после этого, а? Эээ, что, я теперь работаю на тебя, что ли? Я человек мира, но кое-кому по ту сторону хрипта доставляет небеспокойство. Я имею ввиду двинутых сторонников движения за выживание. Фашистов. У них есть комбайны, а он мне нужен. Достань его и расплатишься. Намасте, Карл. Хренамасте тебе, до скорого, обдолбанный, бля. Так, включим свет. Направляйся на ферму, где находится уборочный комбайн. Обалдеть. А где он находится-то? Находится он довольно далеко. Ищу очередная поездка, которую придётся обрезать. Чик-чик. Добрались. Только если по правильной дороге и ехать, это гораздо... Это очень долго будет. Целую вечность займёт. Пришлось срезать, по обрывам спускаться до сюда будет. Борочный комбайн находится на поле позади фермы. Здесь работают несколько групп из коммунных движений, со выживания. Они очень не любят посторонних. Проникни на ферму и укради уборочный комбайн. Зачем ему уборочный комбайн, интересно. И тому правду. Ты попал не на ту ферму, дружок. А чё вы стреляете-то сразу? Ооо, ничего себе вы вооружены-то, бля. Давайте-ка я на мотоцикле проеду, проскочу туда. Я надеюсь, он не исчез, по крайней мере. Садись. Быстро на мотоцикл, давай. Замочить его! Замочить его! Он нам тут не нужен. Выглядит агрессивно. Искупайте его в свинячьем говне. Ооо, господи. Ну ничего себе они тут выращивают-то чё. Ой, они же на меня... Они на этих комбайнах. Не на комбайнах, а на этих тракторах. Сейчас наедут как... Так, чтобы он на меня только не бросил ничего. Не будете мне мешать, сейчас я вас раздавлю всех. О, господи, обалдеть. Можно просто разрубать их на куски, бля. Не пытайтесь стрелять, ничего у вас не получится. Хватит стрелять или... Прекратите стрелять или вы покойники все. Вы все покойники, значит. Вы все будете на кусочки разрублены. Блин, на комбайне ехать неудобно, конечно. Так, по какой дороге лучше ехать? Поедем влево. Если поехать влево, то очень быстро доберемся. Блин, они погоню за нами еще устроили. Но ничего. Тут свернуть немного. Блин, они на трех машинах за нами едут. И на мотоцикле еще на одном. Это кошмар какой-то. Откуда у них так много транспортных средств? Еще и вооружены такими оружиями, что... Не встать. Обалдеть, не встать. А вот и то место, куда надо комбайн поставить. О, братан, ты принес мир в мой дом. Спасибо тебе, мой друг. Я позвоню, когда все будет в порядке. Вот, бабки не забудь. Эй, Карл, это Цезарь. Как дела? Да, полное дерьмо, братан. Слушайте, что случилось? Где Кэндаллс? Не все в порядке? Да, она со мной. Но Вариус Лос-Астекас. Кончено. За мою голову назначили цену. Может быть, и за голову Кэндалл тоже. Че случилось-то? Доверие, уважение, честь нифига тебе не значит в Лос-Антосе. Мои дружки и приятели либо мертвы, либо в бегах. Проваливай из города. Отправляйся в Энджел Пайн. Я арендую трейлер для себя и Кэндалл. Я вас там встречу. Ладно, я только разгребу. Какую фигню. Не, я просто увози мою сестру из города. Не подсери мне здесь малину. Я не могу ее потерять. Разумеется, братан. Увидимся в Энджел Пайн. Ну, а увидимся в Энджел Пайн уже в следующей серии. Авторитет. А что нам авторитет-то? Мы все равно не управляем бандой сейчас. В общем. Погода и в игре испортилась и на улице, честно говоря, тоже. В общем. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайся с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok